привет зритель случилось так что меня тут все прям констрюли нужные мне внезапно заняты а надо сделать шить на без мясного бульона как я планировала так будет и вдруг я вспомнила что видела рецепт правда его искательный короче методом научного тыга в медленной варке можно сварить щи в принципе можно сварить любой суп просто время готовки умножайте на 4 если на хай или на 8 если на лау в общем сейчас я залью сюда фильтрованные водочки не придет а но чуть больше рецепт и порежу вот эту картошку только сначала помою и буду процесс периодически под записывать вот я очистила морковку на зажарку отдельно буду делать в сковородочке и помыла и порезала картошку одной рукой мне вряд ли получится это все сделать я уже просто покажу когда она будет плавать в нашей медленноварке у нас 1629 и я включила в сеть но пока не включила медленноварку и пока я буду мыть и резать капусту мы включим этого друга на хай и надо покрыть ее крышкой прошло 6 минут у меня кустинка готовая покупала вчера магните так как наша еще как бы не созрела даже еще скорее не выросла и сейчас я не знаю может быть половинку и и порежу ну и после покажу как я ее туда обряка картошки закинул в общем вот у меня капуста порезанная я вспомнила что у меня есть сушеные зонтики укропа в морозилке стоит еще в прошлой осени заправка для супа тут помидорки перчик все с огорода смысле с сада хотел сначала перца достать из морозилки но внезапно это вот контейнер был ближе всего и вот укроп петрушка помидорка перчик как раз сейчас сначала капуста отправится мне внезапно приближено было а потом может столовую ложку или полторы положу вот этой смеси зонтик укропа у меня есть небольшие листики свежесорванные обломанные правда в общем листик лаврика и думаю может бросить еще зубчик чеснока и буду уже готовить зажарку и капуста уже на месте и сейчас буду делать то что можно делать одной рукой и второй держать камеру лаврушка и зонтик укропа сейчас мы помешаем так как у меня в заправке присутствует соль то я не солю там уже на месте может решу я думаю что можно добавить еще немного воды напомню у меня кастрюлька на 2 литра на медленоварке если варить то надо где-то сантиметра полтора оставлять до краешка фильтр у меня сейчас моется поэтому воды я просто насадила немного думаю как раз вот самое то 1429 я поставила вот он ровно 20 минут уже варится у нас но учитывая что крышку приподнимаю периодически но конечно будут ващиться еще больше чем нужно и еще не настолько нагрелась вот совсем тут небольшой пар я порезала морковь конечно можно было бы потереть но что то я решил порезать и я хотела сначала зубчики накапывать но вспомнила что у меня есть зеленый еще один надо будет порезать вчера или из сада я еще принесла наверное позавчера еще а другие я уже порезала вот он он у меня был в морозилке я думаю что он не настолько успел замерзнуть и я думаю горсточку положить да кстати зажарку хочу сделать скорее всего на кокосовом масле с добавлением сливочного ну как бы он замерз но он его можно взять хоть постучно то бишь как бы не пластом то даже хорошо и вот я сейчас положу туда главное чем не подчеркнуть у меня где-то была эта ложка вот она которая не мешала суп хотя наверное одной рукой не очень удобно брать но если что возьмем за два захода две половинки ложки столовой я желаю на большой сковороде в общем вот у меня уже газ включен мое кокосовое масло сначала оно растопилось на тепле когда было жилище а теперь наверху одной рукой опять не справится я понимаю что можно было бы на штативе но что-то я как-то как обычно спонтанное решение может быть конечно этого много но уж сколько подчеркнуть да если вдруг кому-то фоном любопытно у меня там варится картошка прошлогодняя от разных людей ну как бы и наша и не совсем наша и наших родственников я думала что у меня еще живо свекла потому что покупала специально одну свеклу магните как бы свежая свекла но ощущение что она была не совсем свежая а совсем точнее прошлогоднего урожая потому что она вдруг внезапно высохла и я ее даже не сразу опознала так что свеклы у меня нет надо покупать это уже кусочек сливочного масла чуть-чуть убавила огонь и пока она будет под крышечкой у жарится в масле и том и другом я приготовлю лучок вот наш лучок целая луковка а теперь они вместе их мечту не разлучит белое масло кокосовая сливочная морковь и лук кокосовая сливочная морковь и лук в общем немножко их обжарим прежде чем добавить наши будущие щи ну в общем тут из покупного в принципе у меня только капуста ну и масло то и другое ну из овощей вот именно только капуста все как бы со своих участков эту правда морковку мне родственница как-то дала когда я предпоследний раз в игре ездила вот наша зажарка перемешаем это счастье да там посторонние звуки потому что у нас очень шумные дети в нескольких метрах от дома довольно в принципе на прилечном расстоянии но почему то эти дети большинство из них есть тихие дети и такие дети которые очень шумные ну и еще у меня окно открыто хотя в принципе при закрытом огне практически такая же слышим была бы чем мы перемешали закрываю крышкой глянем время но она чуть меньше часа прошло вот сейчас 13 минут это уже 14 на 15 минут грубо говоря 45 минут этот процесс у нас занял но я думаю часа 3 оно вполне может уже вот так стоять под крышечкой хотя я первый раз делаю щит в медленноварке так что может быть просто если вдруг оно будет крышка подпрыгивать и щит значит сбегать то я просто замечу время и скажу сколько прошло и сколько нужно по большей части и потом скорее переставлю уже на лав конечно на обед у меня уже их не случится потому что у нас уже ближе к вечеру дело идет но на завтра у меня вполне себе будут щи хотя если вы как я можете обедать или поесть суп допустим на ужин то мне можно будет возможно его и на ужин поесть почти полтора часа спустя у меня крышка слегка подпрыгнула сейчас услышала чтобы не дожидаться совсем вот этого будь-будь-будь вот наш суп я сейчас переведу на более слабый режим так оставлю сейчас у нас 18-30 в 6-15 или как-то так я поставила на более слабый режим вообще грубо говоря если в 4-29 я поставила то у нас почти семь с половиной часов наши щи варятся вообще я потом нашла тот рецепт который как бы просчитала только сегодня и я думаю что там в принципе на лову чуть ли не двенадцать часов реально можно как бы держать чтобы оно совсем потом потомился я несколько раз уже приподнимала крышку просто вот ну глянуть как оно я сейчас думаю можно немножко перемешать так как я собираюсь спать то я думаю поставить уже на режим подогрева температура останется не совсем конечно но по крайней мере это позволит ему внезапно не убежать не подпрыгивать крышки и мне спокойно спать чтобы не думать что вдруг оно тут будет пытаться свалить куда-нибудь ну сейчас вот так вот смотрю я так как бы через камеру сквозь камеру смотрю без камера оно такого цвета как бы готового на камеру то может быть немножко темновато так чтобы подцепить на свет в общем чисто мне кажется что оно уже вполне себе готово и хоть у нас 12 ночи я когда уходила немножко погуляла после 7 пришла домой 8 с чем-то так вкусно пахло что я еле-еле удержалась не попытаться налить его но он еще был не такой вот по цвету как бы не готовый но я думаю что можно чуть-чуть пару хотя бы столовых лотик скушать и оставить уже до утра часов до 8 на подогреве ну соответственно под крышкой вытащить тут конечно не пара ложечек я что-то как-то подчеркнула поварешечку осилю ли я это но по виду вполне себе он потела немножко камера мне кажется готовый он по запаху по крайней мере еще более крутой запах чем до этого несколько часов назад вот у нас уже следующий день но так получилось что я только сейчас дополула до сей грубо говоря они варились 19 часов и 32 минуты в момент как я их включила медленоварку и положила картошку ну и они как бы приличное время 12 12 часов они на подогреве были что тоже не мешало им томиться и вот так они сейчас выглядят я думаю сейчас как раз пообедать вместо завтрака и даже думаю что несколько ну горсточку семян чая в тарелку засуну потому что я сейчас как бы по утрам семена чая в завтрак добавляю а раз у меня завтрак это обед то в общем я думаю можно выключить в принципе за это время если вы допустим делаете щи с мясом то тоже мясо уже дойдет даже на подогреве но если вы допустим утра вы поставили и ужину ну не к ужину конечно к обеду допустим вы поставили 8 утра 9 10 11 12 час час у вас обед то в принципе на максимум правда так как через час часа полтора будет она подпрыгивать крышку придется немножко снимать периодически чисто чтобы давать пару выйти то даже за пять часов он будет в принципе готов ну считается что если с мясом то надо 7-8 часов потомить короче если вы будете делать с вечера свой обед то на следующий день будет готов вот эти все уже семена меча у меня тут есть сметанка и да немножко нужно будет посорить по крайней мере вчера когда я их тестово ела да да я всю ту тарелочку осилила надо было немножко посорить в общем сметанкой заправили посорили и можно порезать зеленого лучка допустим всем приятного аппетита вот в общем такие вот щи вкусненькие можно сварить в медленной варке чуть побыстрее если на хай или лау ну или помедленнее если вот так вот боитесь что он может убежать а ложитесь спать можно переключить на подогрев всем пока